Всем привет, 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 привет! Вы смотрите научно-познавательное, исторически-развлекательное шоу «Что было тогда?». Как всегда, в самом клевом шоу самые клевые гости. Слева от меня сидит гениальный человек, чемпион. Да что ж я вас все в чемпион это хочу записать. Почти чемпион, в душе чемпион высшей лиги. Может он реально про мои соревнования по бейсболу? Чемпион по бейсболу в составе команды «Спартак». Это правда, я играл в бейсбол. Так я что, шучу что ли? Иван Пышненко. Да, всем привет. Скажи, пожалуйста, какие у тебя отношения были с предметом истории в школе, в институте? Я очень любил. У нас классный руководитель была Наталья Ильинична. Как раз она была учительом истории. Давай передадим ей привет. Наталья Ильинична, конечно, большой привет, спасибо за… Хотя сейчас смотри, может получится так, что я оказывается в истории вообще ноль, и тогда странный привет, типа она скажет… Смотри, в этой программе можно быть в истории полным нулем, но можно быть классным, смешным парнем и победить. И преподаватель по юмору… Обидно будет, если не там, не там. Третье место и все. Ну, кстати, те, кто не первый раз, знают, что третье место – это ОГОГО. Короче, я желаю тебе удачи и желаю тебе искренне занять третье место, потому что самый крутой кризис будет там. Так, знакомимся дальше. Главный громокод в мире КВН и главный КВНщик в мире громокодов – стендап-комик, основатель собственной школы юмора. Вы откуда эту информацию выкопали? Я это скрывал. Я просто посещал эту школу. Первое правило – школа юмора Никита Никитина, никто не должен знать про эту школу юмора. Подожди, еще никто не знает, что ты Никита Никитин. Никита Никитин! Скажи, пожалуйста, как у тебя дела обстоят с историей? Или обстояли в школе, в институте? Ну, есть пару историй про Баню, про Ниву. Так, а с историей России? А, ну и какие-то события с Баней и с Нивой там по-любому связаны, поэтому в них-то я как рыба в воде себя чувствую. Вот. Смотри, ты можешь опозорить сегодня свою школу юмора. И Баню. А я учитель истории своего. А я не тоже опозорю, я надеюсь. Я желаю удачи, Никитин. Спасибо. Так, интересно. Знакомимся дальше. Участник множества юмористических проектов. Поправляю, если что-то не так. Актер, юморист, сценарист. Сценарист. Сценарист и человек, который чертовски здорово разбирается в мемах. Угу. Да? Все правильно? Есть такое. Чеми занимается в шоу анекдот шоу? Да-да. Александр Шнайдер. Всем привет. Как у вас дела с историей были в школе? Очень здорово. Обожаю историю. Сегодня вам понадобятся и знания, и чувство юмора. А мемы не понадобятся? Вполне понадобятся. Вот. Понадобятся, у нас они будут. Я желаю вам удачи. Желаю вам всем удачи. Спасибо. 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 Смотрите. У нас игра. Вы будете набирать баллы. Это соревнование. Будет пять раундов. В каждом раунде я буду задавать вопрос или факт, касающийся истории России. Ваша задача – ответить либо правильно, либо смешно. И за то, и за другое вы получаете по одному баллу. Есть возможность еще заработать два дополнительных балла за каждый вопрос. Для этого вам каким-то невероятным образом, ну, подозреваю, что чисто благодаря случайности, нужно будет угадать версию нашего эксперта. Эксперт у нас уникальный, поскольку он лично принимал участие во всех исторических событиях, которые происходили на Земле. С его слов. Это Вениамин Карлович Рубилов. Давайте с ним познакомимся. Вениамин Карлович. Приветствую всех исторических бездарей. Я, Вениамин Карлович Рубилов. Я единственный, кто видел Кутузова без повязки. Больше нас в Тубаню не пускали. Всем удачи. Вот. Так что, если ваша версия совпадет с версией Вениамина Карловича, вы получаете два дополнительных балла. Давайте играть. Давайте, давайте. Первый раунд. Первый раунд он называется «Что было тогда?». В этом раунде мы поговорим о такой теме, как начало династии Романовых. Ваша любимая тема. Мы читали ваши анкеты. Для начала давайте познакомимся с краткой исторической справочкой, чтобы вас ввести чуть-чуть в курс дела. Прошу. После освобождения Мининым и Пожарским Москвы от поляков, в январе 1613 года открылся Земский собор, который решал вопрос об избрании нового царя. Народ хотел, чтобы царь был русский, православный и не замешанный в интригах. Так выбор пал на Михаила Федоровича Романова, дальнего родственника Рюриковичей. С него и началась династия Романовых. Вот так. Я так понимаю, это Вениамин Карлович до того, как сошел с ума. Вот его версия, да? Нет, это его умный сын. А. Ну а теперь сам Вениамин Карлович. Прошу. Тогда Россия решила выбрать нового царя на «Р». Потому что Россия решила и Рюриковичи, Робиновичи, поэтому выбрали Романова. Тогда долго спорили. Надо, не надо, решили сразу коммунизм. Пробабка Ленина говорит рано. Я еще даже отца Ленина не родила. А Ленин, он же дедушка. А революция рано. Рано, август, четверг, все в отпуске. На югах, в Норильске. А тогда Норильск был еще на юге. А потом уже Романов поменял местами Адлер и Норильск. Угадать вариант, мне кажется, будет нереально. У меня примерно такой учитель истории был. Я не знаю, как у вас. Это, кстати, вот сейчас вам может очень помочь. Итак, внимание, вопрос. После окончания смутного времени и прихода к власти Михаила Федоровича Романова, необходимо было как можно быстрее оповестить всех жителей страны о том, как зовут нового царя. Какое решение было предложено? Мне кажется, из голубей, если в небе, вот как самолеты, выложить МФР, то примерно... Морской флот России. Либо Михаил Федорович Романов. Ну, например. Это как сейчас из коптеров, да, собирают, например, какие-то делают. Тогда голуби были в радиоуправлении. Голубями, да. То есть... А, если много голубей, можно прям... Всем привет. Потом они же перестроились. Меняются, да. Да. Теперь у нас Михаил Федорович Романов. 1613 год – это же год изобретения дирижаблей в России. Да. Если вдруг вы не знаете. И есть вероятность такая, что просто наделали очень много листовок, где было написано «Наш царь, теперь Миша». Потом на дирижабле летали над Россией, скидывали оттуда листовки, люди ловили и узнавали, как зовут царя. Отличная версия. Зафиксировали. Зафиксировали. Если надо что-то донести до большого количества людей, надо прийти к маникюрщице и сказать, что наш царь теперь Михаил Романов. Только никому. Все. Все будут знать на следующий день. Я вам отвечаю. Отличная версия. Отличная версия. У меня логичная версия. Так. Иван, не пугайтесь. Стали сразу печатать деньги с его изображения. Так. Как бы это вроде листовка. Представляете листовки деньги? Если бы раздавали. А есть ощущение, что вообще купюр не было, а монеты были? Были эти, как их называют-то, господи, билет банка царской России, который был подкреплен золотом. Но я не уверен. Отличная версия. Отличная. Зафиксировали деньги либо монеты. Так. Есть еще. Гонцы. Слишком просто. Слишком просто, да. Тогда... Бегуны, может быть. Это сложнее. Это сложнее, явно. Тут лошади нет. Ну, может, правда. Просто говорили, они прибегали в села. Собирали на площади всех. Как олимпийский огонь. Но логичнее всех согнать в один город. Сказать, типа, приходите, у нас бесплатное пиво. Да. Все со всей России приходят. Они говорят, а я вот, новый царь. Зафиксировали. Это зафиксировали. Согнали всех в одно место. Ну, мне кажется, что... Итак, да. Новый царь, новый царь. Надо очень быстро всем сказать. Чтобы все знали. Новогоднее обращение. Предыдущий царь. Говорит, я ухожу. Я устал. Я устал. Я ухожу. Вот теперь новый будет. У меня только правильный есть вариант. Давай. Давай. Ну, надо, чтобы быстрее его увидели все. Поэтому его по системе катапульт через всю Россию перебрасывали. Самого? Да. Чтобы они такие, а, вот он. А может он сам на дельтаплане летел над всей Россией? Со стерхой. Ну, не придумывай. Такого не бывает. С рекламным плакатом. Я царь. Понял. Он надел майку, я царь. И уехал жить в Анапу. И все такие, а вот царь, все, я понял. Зафиксировали эту версию. Смотрите, все люди пьют воду. Так. Ну, почти может быть. Но у тебя недолго живут. Вот. Пьют воду. Буквально день. И если по воде пустить какие-нибудь кораблики. Угу. С информацией. Да, да, да. То, наверное... У истоков реки. Ну, мне кажется, вот Ваня близок. Потому что про воду действительно все пьют воду. Да? Ну, наверняка. И все раньше ходили к колодцу. Колодц. Колодц это было место встречи всех, кто любит пошупаться. В колодце сидел один. Стоят два человека с кружками возле колодца. Да, Зинка что-то вообще запарила с этими документами. И, может быть, вот там как раз вот сплетни у колодца. Нет, она такая запарила. Где-то собирались. Когда же уже госуслуги изобретуты? Так вообще сложно. Так, ну что. Послушаем правильный ответ. Да, пора. Ну, давай. Монетный двор выпустил новые копейки с именем царя, которые стали быстро распространяться среди людей. Еее! Ура! Один болвань. К тому же это помогло наполнить казну в условиях дефицита серебра, что было срочно необходимо после окончания тяжелейшего периода в истории страны. Про смутное время где-то. Так, самый смешной в этом ради был Никита. Спасибо. Серим. Маникюрщицу. И еще у нас есть два неразыгранных балла, которые сейчас вполне возможно кому-то достанутся. Венемин Карлович, прошу. Тогда из космоса лазером, помним, царь-пушка была уже тогда, наши там написали сперва в твиттер, а твиттера тогда правильно уже не было. Решено было написать фамилию, имя, отчество царя на воде и пустить по Волге. Тогда и пришлось экстренно обучить всех крестьян грамоте. Так я рядом был. Ты был рядом. Ты был рядом. Два балла, черт возьми. Два балла. Просто насобирал все баллы. Отлично, это был первый раунд. Размялись? Да. Круто. Переходим ко второму раунду, который называется «Что рисовали тогда?». В этом раунде вы увидите перед собой изображение, не полностью часть или фрагмент, как правильно сказать, будет прикрыто. Ваша задача отгадать, что мы прикрыли и, возможно, почему. Итак, тема раунда «Советская журналистика». Она тогда еще была. И для начала окунемся в тему раунда с помощью исторической справки. Прошу. В 50-е годы советская журналистика стала немного свободнее и разнообразнее. Появились такие газеты, как «Промышленно-экономическая газета», «Советская авиация», «Московские новости», «Республиканская газета «Советская Россия» и многие другие. Причем по всей стране газеты издавались на 57 языках. Особенно много материалов появляется на тему космонавтики. Советский журналист Ярослав Голованов даже проходил специальное медицинское обследование в рамках подготовки первого полета журналистов в космос. Проект не был реализован, однако журналист получил бесценный опыт, который был описан в некоторых материалах. Давайте теперь послушаем вариант тех же событий в исполнении Вениамина Карловича Рубилова. Тогда свобода слова была, но не у всех. В прессе тогда писали только правду. Прибегает ко мне главред, главный вредитель. Тогда газеты были хорошие и надо было вредить. И говорит, Вениамин Карлович, хана, сказку «Приключения Берии и его друзей» нам публиковать запретили. Она может и к лучшему. Как-никак работали мы в Мурзилке. Да, 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 да. У меня тоже течет из ушей серое вещество. Итак, внимание, вопрос. Вы сейчас увидите перед собой изображение. На нем вы видите квартиру в Пушкинских горах, в которой жил и работал один советский журналист и писатель. Очень известный, вы его все знаете. Сейчас эта квартира переоборудована в дом-музей, а на фотографии мы скрыли один из экспонатов этого музея. Назовите этот экспонат. Ну смотрите, это же стол, вот как у всех людей, да, стол, стул. Что рядом стоит в комнате у всех? Увлажнитель воздуха. Кстати, увлажнитель воздуха. Смотрите, чего нет на фотографии? Штор. Там шторы. А, лежат в стирке, готовятся к стирке или только постирали? Может быть, может быть. Хорошо, зафиксирование. Я из советских журналистов-писателей знаю только Сергея Довлатова. Там депрессия лежит, да? Поэтому, ну типа, а как узнать, что там? Ну в Пушкине, вряд ли он жил в Пушкине. Ну давайте вспомним, что он написал. Чемодан, вот там есть у него заповедник. Может он то, что видел, о том и писал, и какие еще рассказы? То время. Наверное, Бюст Ленина, значит. А почему на полу? А? На полу. А потому что... Остальная часть на другом... Не, остальная часть тела, она ниже этажом. Она, а... То есть, управлял с потолка. Он как бы... Подглядывал за журналистом. Там, может быть, правильный ответ. Шлем, вот который вот этот, космический. Ну его ему подарили. Он там подвигался на всех этих, когда готовился. Ему сказали, ну ты в итоге не полетишь. Ну типа, не грусти, брат Пуха, вот тебе шлем. Пусть у тебя будет. Будешь всем рассказывать, что готовился. Хорошо, хорошо. Шлем. Ну что-то большое он, наверное. Но там что-то не расслышали, и в итоге... А прикинь, вот такая версия. Скорее всего, Вениамик Карлович, там ничего. Ну... То есть, вот это оригинал фотографии. Да, там просто... То есть, реально в доме-музее заходишь, а там ничего. Дура, вот такое пространство белое. Да. Слушайте, ну это дом-музей, в первую очередь. И поэтому за табличкой спрятана табличка, не втрогать руками. Да. Администрация. Да. Или там маленькая бабушка, которая охраняет музей. Вот такая уже. Ну она маленькая, да, сидит, чтобы никто ничего не трогал. Представляете, там просто идет ножка стола, и вот она двойная. Вот такая просто. Отличная версия, зафиксировали. Что еще? Это дом-музей, да? Дом, дом. Что еще может быть в доме? Туалет. Туалет. Там дырка в полу. Так. Что еще? Может быть в доме еще? Я так понимаю, фотографию сделала какая-то работница музея. Поэтому, скорее всего, это палец. А, взлез в кадр? Она вот так вот держала в топорат и попала. Там палец? Да. Отлично. Так, ну что, давайте. Правильный ответ. Давайте. Это дом-музей Довлатова. Нормульты. Он работал в Пушкинских горах и написал там произведение «Заповедник». Чемоданы, которые расставлены по дому-музею, это отсылка к его другому известному произведению «Чемодан». Никита Одимба. Вообще четко. Самым смешным в этом раунде был Никита. Версия с пальцем. Ууу! Просто! Вот так. Видал? Сюда. Со стола собрался, крошечки. Оп, оп. А теперь два балла, которые не разыграны. Вполне возможно, достатутся тоже кому-то. Вениамин Карлович, прошу ваша версия. На картине скрыт робот-пылесос. Да, в то время роботы-пылесосы были уже у всех, настолько давно, что их приходилось стесняться и прятать под столом, как музейный Экспонат Вот так бы это выглядело Ну что, два балла не разыграны Отличный раунд, я считаю Все угадали, красавцы Итак, мы переходим к третьему раунду Который называется Блиц Доставайте телефоны Вы мне будете присылать ответы С помощью ваших телефонов Очень быстро, без обдумывания Хватаем с верхней полки Затем, после того, как вы отправите ответы Я вам буду читать эти же вопросы Но вы будете видеть на экране варианты ответов Они составлены из ваших трех присыланных вариантов И одного нашего Ваша задача будет правильно ответить на вопрос Итак, первый вопрос На какую хитрость пошли казаки Степана Разина Чтобы взять персидский город Фарабат? Вопрос номер два Лермонтов очень жалел, что некая женщина В его жизни была немкой О какой женщине идет речь? Вопрос номер три Где Малевич разместил черный квадрат на выставке Чтобы обратить внимание публике? Все же знают Я не знаю Вопрос номер четыре Отец Ивана Поддубного очень негодовал Когда видел на обложках газет Что именно? Так, все? Все Мы справились Смотрите, теперь я буду читать эти же вопросы Вы будете видеть варианты ответов Каждый должен выбрать свой вариант ответа Свой? Нет, ну в смысле Тот, который он считает правильным Не обязательно свой Любой Погнали Итак, первый вопрос На какую хитрость пошли казаки Степана Разина Чтобы взять персидский город Фарабат? Варианты ответов А Паранжа Видимо, одели паранжу Вариант Б Прикинулись купцами Вариант В Принес Алла Рахат Лукум Г Мама Я попал в беду Открой Фарабат Нужно выбрать правильный? Да Давайте начнем с вас, Александр, обсуждение Ну, мне кажется, что вариант Прикинулись купцами Самый логичный Вариант Б Прикинулись купцами Так, отлично Никит Ну, тоже Прикинулись купцами, я думаю Просто Паранжа Это человек Вот, это Иван, скорее всего Ты уже подгонял, да? В последний момент Надо любое слово Вот ты Вань, объясни мне Как с помощью паранжи А, блин, так, обидно будет Если это правильно Изошли Здравствуйте Из жесткой ткани паранжа Заостренная Тысячи женщин в паранжах Ну, с мечами, ладно На лошадях В турецком городе Типа, давай пустим Это же нормально А в турецком городе ходит в паранжах? Это как это, фильм был На Брайтон-Бюкс А как там ходит? Хорошая погода А как там, думаешь, ходит только с коктейлями? С махито С махито И в бассейн, и все У нас разные Турции были Да-да-да, это ААА, точно Ванин, паранжа Он писал, причем не паранжу Он что-то поора Уже подгонял его Леша ААА, там Т9 есть Я буду вместе с ребятами Я за прикинулись купцами Потому что это моя версия Ага, то есть вы все трое прикинулись купцами? Да А теперь, внимание, правильный ответ Правильный ответ Прикинулись купцами Ну конечно Ну конечно Паранжа твоя? Паранжа твоя? Члены отряда Самая убедительная ложь на планете Члены отряда на протяжении нескольких дней Прикидывались купцами Продавали товары И выучили всю территорию Особенно ту, где живут богатые местные жители И лишь спустя время совершили нападение Паранжа Теперь немножко страшнее Ходить на рынок Все Вопрос номер два Лермонтов очень жалел, что некая женщина в его жизни была немкой О какой женщине идет речь? Варианты ответов А. О немке Б. О няне В. О фрекенбок Г. Ирина Хенкель Никит, давайте в этот раз с вас начнем обсуждение Ну фрекенбок точно Отлично, принято Вариант В. Фрекенбок Я сейчас секундочку Ну это же правильный ответ Да О немке Да В любом случае он правильный Какой женщине идет речь? О немке Ну то есть он жалел, что в его жизни была одна немка Это немка Это в любом случае правильный ответ В вопросе же даже ответ Ну это твой вариант Ха-ха-ха-ха Мы уже все поняли, что вариант А это твои Хорошо, я выбираю Б. Няня Б. Няня? Б. Няня Почему? Не знаю Просто пальцем в небо Ну потому что о немке явно мимо Фрекенбок Явно мимо А Ирина Хенкель Вот Ирина Хенкель и няня Мне просто проще перенести няня Кто-то знает, кто такая Ирина Хенкель? Вы что не знаете, кто такая Ирина Хенкель? То есть это твой вариант Сразу понятно Ха-ха-ха-ха Давайте так поймем Все, смотрите, Ирина Хенкель Этот явно фрекенбок Ну ты о немке О немке, да Давайте хором тогда ответим правильно Давайте Три-четыре Няня Ха-ха-ха-ха Итак, внимание, правильный ответ Фрекен... Шучу, шучу Няня Няня Михаила Юрьевича была немкой и не рассказывала ему русские народные сказки, как это делала Арина Родионовна, няня Пушкина Вопрос номер три Где Малевич разместил черный квадрат на выставке, чтобы обратить внимание публике? Вариант А в углу Вариант Б в паху Вариант В перед буфетом Кстати, мощный маркетинговый ход И вариант Г на полу А-а-а-а-а С кого начнем александр, давайте начнем суждение с вас Ну пах явно привлек бы всех Вариант Б в пах принято Никита А-а-а-а я теряюсь Я теряюсь Ну так давайте на пол тогда На пол Чтобы люди такие заходили думали это яма Я такие пугались, что упадут Как мультики Когда потом когда раз дырку отлепили Смотрите, картина только появилась, такому чем-то провиниться она не могла, чтобы ставить её в угол. Какая шутка вам. Пользуйтесь на здоровье. Уже забрали. В пах — это версия твоя, скорее всего. Ну, она неправильно написана. Не хватило времени. Я хотел написать в пахмонтовском лесу. Кстати, Александр со словами эту историю всю знает. Я, кстати, можно потом другой вариант ответа? Мне знаешь, что больше всего веселит? Что ты всё время говорил, что ну это все знают, а сам нихрена не знает. Я тебе говорю. Да главное накидывать уверенно. Вань, ну ёлки-палки. Ну ты реально смутил сильного. Вань, какой вариант? Я думаю, на пол. На пол. Или на пол, как вам угодно. Хорошо. Перед буфетом, перед буфетом. Перед буфетом. Это все знают, это общие доступные факты, я думаю. Ну что ж, принято. А теперь, внимание, правильный ответ. Правильный ответ. В углу! Серьёзно? В углу! Ну я просто, это мой вариант ответа. Я, типа, знаю, что там, типа, красный уголок, что это... Это твой вариант ответа? Да. А почему ты ответил другой ответ? Так я не знаю, типа, почему мой вариант правильный. Я думаю, будет два. В углу! Ты сломал систему. Значит, смотрите, в чём логика. Малевич повесил картину прямо на угол, как обычно вешают иконы. Тем самым художник бросил вызов публике и разделил её на почитателей и противников. Вот так. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мощный пиар-код! АПЛОДИСМЕНТЫ Но, интересно, я не знаю... Но буфет тоже мощный пиар-код! Согласен. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Кто ответил? Кого? Нет ответа? Так, вопрос номер 4. Отец Ивана Поддубного очень негодовал, когда видел на обложках газет, что именно? Варианты ответов. А. Всё, кроме сына. Б. Соски сына. В. Сынов трико. Г. Роналду. СМЕХ Кто хочет первым выставаться? А точно есть правильный вариант ответа? Конечно, соски сына. Ну, есть такая... Они же, помните, Поддубный? У него вот это была маечка. Ну, такая, наверное, такая вещь. Очень тоненькая. И явно здесь были... Сосочки видно. А... Вы поняли, да, чей это? Я тогда уже... Ну, я бы негодовал, если бы в каком-то году, в 1800 с лишним, показывали зародыш Роналду мне в журнале. Я бы негодовал, конечно. Может, ещё даже в деде. А это ваш ответ? Нет, 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 нет. Я... Всё, кроме сына. Всё, кроме сына. Вариант А. Александр. Подожди, самое интересное, что он сейчас думает, что как предыдущая ситуация, что его ответ правильный. Да. И сейчас он за свой ответ. Молодец. Хорошо. Александр. Да, я уже понял, что я всё вообще потерял. Проиграл всё, что только можно было. Поэтому у меня... Сейчас эти неправильный стул заберём. Предустоять ещё до конца. Да. Блин, ну странно. Ну типа сына в трико. Роналду точно. Ну всё, кроме сына. Это что за отец такой? Мне смешно, что он и дома сына в трико видит. И ещё в газете его печатают в трико. Он ходит по дому в трусах. Зачем ты на фотосессии ходишь в трико? У меня нет рубашки, папа. Ой, ну давай, ну давай сына в трико. Сына в трико. Вариант В. Иван. Я согласен. Сына в трико. Почему-то вот, не знаю. Мне кажется, он думал, что он в газете должно быть всё как-то чинно, благородно. А теперь внимание, правильный ответ. Неужели ты? Да вряд ли. Да. Сына в трико. А? Давай. Мы всё потеряли. Хорошо. Поборемся. Иван разобрал по косточкам этот вопрос. Иван Подудный часто позировал в трико, как и подобает известным бойцам и циркачам. Отец считал эти фотографии позорными. Блин, классно, если бы ты закончил, а хотел, чтобы было всё чинно и благородно. Чуть-чуть не дочитал. Интересно. Это был третий раунд. Смотрите. Больше всех правильных ответов дали. Все. Все получают по баллу. Всем по баллу. Всем по баллу. Ну и в этом раунде самым смешным был Никита. Один балл ему. Ооо. У нас четвёртый раунд, который называется «Чёрный тадащик». Тема раунда «Денис Давыдов. Партизан войны 1812 года». Ну кто же, если не он? Смотрим историческую справку. Денис Давыдов, герой 1812 года, руководил партизанским движением во время Отечественной войны. Одним из выдающихся подвигов Давыдова за это время была стычка под селом Ляховым, где он вместе с другими партизанами взял в плен двухтысячный отряд генерала Ажеро. Помимо этого он прославился и как поэт. В своих поэтических произведениях Давыдов создал новый тип героя – воина-патриота, человека деятельного, свободолюбивого и открытого. О, как! Ну, чтобы ещё было вам легче в этом раунде ориентироваться, версия Вениамина Карловича. Всё это чушь, всё было не так. Тогда, помню, я и Денис Давыдов сидим в окопе. Я говорю, Денчик, следай с лошади, тебя видно. Видно, у кого стыдно, отвечает он. Ну что сказать, поэт? Хе-хе. Я ему спрашиваю, ты мои сосиски не видел? А он смотрит на меня, главное, сосисками пахнет, а молчит как партизан. Я говорю, эх, тебе надо вот создать партизанское движение. Но движение оказалось неприличным, и его отметили. Чудно! Смотрите, после того, как Денис Давыдов окончил военную службу, он решил сделать поэту Жуковскому небольшой подарок. Жуковский был очень рад и попросил то, что у Давыдова было ближе всего к сердцу. Что подарил Давыдов Жуковскому? Подарил поэту Жуковскому партизанское движение. Блин, сам с ним мучайся теперь. Да. Окей. Я ближе всего к нему. А, в коробке он был. То есть здесь партизанское движение? Я не все правила учитываю. Жену? Жену подарил! Близко к себе. То есть здесь жена? Да. Прах. Сколько времени прошло? Сейчас просто да! Давайте бить версию, которую Вениамин Карлович может сказать. Давайте попробуем два балла заработать. То есть прям нужна дичь. Он подарил ему букву К, потому что она ближе к сердцу. Да. А тем более он был Жуов, а теперь Жуков. Жуков. Жуковский. Это город. Не надо путать. Поэт Жуковский. Да. Поэт Жуковский. Да, да. Иной город тоже Жуковский. Фамилии же нужно тогда забегнуть. Жуковскому он подарил май. Потому что майские жуки, они… Я все понимаю, что такое. Он подарил ему спичечный коробок. Это все очень логично. Так, еще, еще, еще. Давайте накидаем, накидаем спичечный коробок. Ну, может быть, партизанское же все движение там. Да. Может быть, бинокль. Близко. Бинокль. Так. Он подарил свой вот этот… Не, ну здесь жакет не поместится. Вот здесь с этими… Угу, угу, угу. Как они, ты помнишь? Пипедасты. Комзол. Китель даже можно. Китель, можно и китель. Так. Ну, сабля бы не поместилась явно, да? Ну, почему? Складная. Есть сабля какая-то, может быть? Опа. Сабля-бабочка? Ты сюда иди. Ну, прикинь голосом. Дааа, иди. Знаменитая песня Стиви Ивановича. Он подарил самое дорогое. Похоже? Ну, так. Что у него есть, это жизнь. Теперь у него две жизни. Чтобы узнать, что для гусара самое дорогое, надо думать как гусар. Давай, ты гусар. Бестро. Я тебе говорю, покори мне самое дорогое, что у тебя есть. Бестро дарю тебе. Он же с ним всегда ходил. Может быть, честь? Презервативы. Гусарские. Нормально, нормально. Я держался как вон. Держался как вон? Но ты. Они там. Они точно были там. Самое дорогое, что есть у гусара. Честь. Жизнь. Так. Отвага. Отвагу подарил. Здесь лежит отвага. Ну, прикинь. Усы. Усы подарил. Так. Каким же образом? Ну, как? Как Гусман. Супроза секрет говорит. «Долго здесь не брей». Да. Вот как у меня. Медаль. Медаль. Медаль подарил. За отвагу. За доблесть и честь. Я что-то даже ровнее стал сидеть. За царян. Мы гусары такие. Ну, он долго служил, вот да. У него, естественно, когда он закончил, дают сух-пай. Дембельский альбом. Дембельский альбом. Где они там с гусарами. Прикинь, как гусары вышивают себе камзолы, которые вот эти, вот такая вот эта вот с пером. А они делают там вот такую какую-то. Смешной головной убор. Ты видел вот эти деньги? Там лошадь. По кусочкам. Ну, небольшая. Я имею в виду, вы понятная. Саш, ты так долго молчал. Вы засунули туда маленькую лошадку. Но вообще самое дорогое для гусара это была лошадь же. Это же все абсолютно, я думаю, знают эту информацию. Так, правильный ответ. Угу. Так, а что? Так его не я звучал. Открывайте, открывайте черный ящик. И там мы видим лошадь. Усы. Ус! Заканчивая служба, Денис Давыдов решил расстаться со своими усами. Но смотрите, это половинка уса. Это действительно так. Потому что Жуковский попросил у своего друга один ус, который потом хранился у него дома. Сейчас он находится в музее. Ну, вернее, сейчас немножко у нас, но вообще в музее. Это невероятное привлечение было. А? 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 Один балл. Молодец. Хорош, хороший. Самый смешной в этом раунде был Александр. Ой, ну спасибо. Чипа Павловна, говорю. Дотянул туда, в ту степь. А, есть в этом раунде еще неразыгранных два балла. Давайте посмотрим. Вениамин Карлович, порадуйте нас. Сейчас соски полетят. Лошадь, лошадь, хоть бы конь. Инфаркт миокарда. Да, Давыдов тогда подарил ему инфаркт миокарда. Выскочил такой из-за угла, руки растаращил, орет. Подарок Жуковскому почему-то не понравился, но было уже поздно. 23-57. Два балла не разыграны. На этом четвертый раунд закончен. Переходим к пятому раунду, который называется «Что было-то дальше». Итак, в этом раунде я вам расскажу, начну рассказывать некую историю или факт. Ваша задача будет ее закончить либо правильно, либо смешно. Единственное отличие от предыдущих раундов, мы сейчас по ходу будем накидывать версии. Ваша задача будет выбрать одну. Не обязательно свою, можно и версию товарищей, но играть будет именно та версия, которую вы выбрите в конце. Итак, тема финального раунда. Чемпионат мира по футболу 2018. А че? Ну нормально, давай. У нас... Новейшая история. И по традиции сначала краткая историческая справка о самом лучшем чемпионате мира по футболу. Чемпионат мира по футболу стал главным международным событием в жизни страны. Он привлек в Россию более трех миллионов иностранцев, которые посетили десять городов. В рамках подготовки к чемпионату особенно активно развивалась туристическая инфраструктура. Например, в Ростове-на-Дону был открыт первый в современной истории России крупный международный аэропорт, полностью построенный с нуля. Футбольный чемпионат сложился успешно для отечественной сборной. Впервые в своей истории сборная России дошла до высокой стадии четвертьфинала, обыграв по пути одну из сильнейших команд мира – сборную Испании. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и теперь версия Венимина Карловича. События те же, версия другая. Та-да! Никто, конечно, не верил, что все пойдет ха-ра-шо. И только я поднял руку и говорю, давайте перестроим старые овощебазы под стадионы. Один хрен кому нужны эти овощи. Ну, сборная тогда на меня обидела всем составом, да, на слово овощи, кроме Акинфеева, потому что он еще тот фрукт. Но Смолов даже плюнул в меня, но не попал. Вся страна отпустила усы. Идите, говорят Станислав Саламович, вы свободны. АПЛОДИСМЕНТЫ Усы надежды же еще были. Усы, а, как мы плавно перетекли. Итак, внимание, вопрос. Вернее, начало истории. Болельщики Хосе и Лусия из Аргентины сначала несколько дней провели в Москве, а потом собирались поехать в другой город, где играла сборная Аргентины против Мексики. Выйдя из поезда, болельщики сначала удивились, что нет толпу фанатов, а потом их смутил стадион, который очень плохо выглядел. Болельщики решили направиться в бар неподалеку и... Что произошло? И поняли, что они ошиблись городом. Городом, да-да-да. Это, я думаю, все. Заканчивается. Давайте выбирать версию правильную. А чем, они не в тот город? Они не в тот город приехали. Да-да. Это была новость, все об этом знают, что они перепутали. Там какой-то буквально... Они должны были приехать типа... С Сарата приехали в Самару, нет? Не-не, Ванечка, не туда. Красно... Что-то там, подожди. Какие были? Где? В Ростов-на-Дону, а они приехали в Буэнос-Айрес, нет? Нет, не ложится. Просто в Ростов. Ну, короче, перепутали город. Это Ванин вариант. В Красноярск приехали. Не Краснодар, а в Красноярск. А в Краснодаре не было, кстати, чемпионов. Ну давайте, если вы как бы эту историю знаете отлично, то давайте ее добьем до конца. Какой город? Их не так много у нас в стране, чтобы вы их не знали. Блин, ну давай вспомним. Калининград? Не было там. Было? Вань, говори, Вань. В Нижнем. В Нижнем. В Нижнем. В Нижнем Новгород. Они приехали в Верхний Волочок. Так перепутали. Или что-то... Никит, ты знаешь города? Да просто вспомни, по каким стадионам играли команда. Не, они в Сочи хотели поехать, а поехали в Соху. Такие что-то там баржи, да там что-то? Да? Что-то... Ты так себе представляешь баржи? В Сочи. В глубинке. Ростов. Нижний Новгород. Самара. Самара. Вот. Самара. Саратов. Волгоград был еще. Волгоград. Волгодонск можно приехать. Или... Волгоград. В Владимир можно приехать. Да там кучку можно приехать. В Москве были матчи. Москва. С чем можно перепутать? Москву. У меня другая версия. Они приехали, значит, увидели плохой стадион. Пошли в бар и подумали, что, ну, качество съемки на экране в бар. Намного лучше, чем в реальности. На стадионе. И остались там. Во! Версия отличная. Записали. Записали. Так. Давай к нашей нормальной. Да. Давай вернемся все-таки. Может быть... Ну, я вот, блин, не помню. Ну, что-то не Карелия. Не Карелия. Карелия. Нет? Это самый интересный конкурс. Ахахахаха. Болейшие Кореи приехали в Карелию. У нас... Га-ра-да. Ахахаха. Логичная версия. Ну-ка. Они пришли, все плохо. Пошли в бар, выпили. Выходит, получше. Ахахаха. Еще зашли. Ну еще раз зашли. Просто... Посидели до утра и пошли смотреть матч. Ай, потом просто, нифига! Это что за чудо? Ахахахаха. А! Таких стадионов я не видел никогда. Да? Да. Только на испанском. Ну... Наверное... Ну, что, давайте выбирать версию. Давайте. Новый вариант то, что они перепутали города. Да, перепутали города. Прекрасно. Перепутали города? Перепутали города. Я думаю, они не города перепутали. Смотрите, давайте. Таме-гай-гам. Кто скажет, что с чем перепутали, тот и победил в этом... Саратов. Так, Никита. Самару с Саранском. Да... Самару, кстати, может быть... Самару с... Саранском. Самару с Саранском, так Смотрите, они вышли А там удивились Отсутствию толп фанатов Стадион разваленный Где такое может быть? Мы можем оставить все как есть Если вы, условно, будете все правы Вы просто получите себе по баллу Просто хочется попасть в этот город Давай, выбирай С чем можно перепутать Они ехали в Нижний Новгород Ты мыслишь как русский, понимаешь? Гусь хрустальный Ты мыслишь как русский А надо мыслить как иностранец А, Великий Новгород и Нижний Новгород Вот оно что, ты говоришь Пока, ребят Ну, такое же я придерживаюсь Что, какое? Ну, Великий, Нижний Нет, один надо выбрать Смотри, какой, а Ой, я скажу, давайте так Я не борюсь ни за какие баллы Они перепутали Нижний Новгород С Новосибирском Прекрасно Итак, правильный ответ А, подожди, подожди, подожди Мне кажется, теплые какие-то Теплые города Теплые? Ну, Красноярск с Краснодаром Это ваша версия? Это Красноярск с Краснодаром? Да Да, в Краснодаре не было матча Новосибирск с Новосибирск с... Я не говорил А какие? А какие? Что? Какие города перепутали? Я перепутал Я говорю Я не знаю, но Сарат, Самара А, нет, Саратов 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 Ага, я понял, я понял, да И? Нижний Великий Нижний Великий Итак, внимание, правильный ответ Сотрудник бара Вбил в навигаторе нужный болельщикам адрес И увидел, что стадион находится в тысяче километров Оказалось, они перепутали города И приехали не в Нижний Новгород Где проходили матчи чемпионата мира А в Великий Новгород Прикольно Всем по балу В этом раунде А Иван еще и один за то, что города угадал Самый смешной в этом раунде был Никита Смотрите, есть еще два балла у нас Последние, которые не разыграны От Венемина Карловича Рубилова Итак, внимание на экран Тогда они вышли из бара и заметили, что стадион Стал выглядеть значительно лучше И вообще Все после бара стало выглядеть значительно лучше А вот Хосе и Луиса Стали выглядеть значительно хуже Вот Все Да Такого не было Правильно Дополнительно И еще и Рубилова взял два балла Это был пятый финальный раунд И теперь перейдем к подведению итогов И к награждению Смотрите, какие у нас призы крутые Значит, обладатель первого места В нашей игре Получает Стикер-пак от Вениамина Карловича Рубилова О-о-о-о Спасибо Блин Обладатель второго места Тоже ничего не В смысле Вообще ничего не получает И за третье место Мы даем Учебник истории Итак Третье место С результатом Три балла И супер-приз Учебник по истории Получает Александр Серия правителей России Царь Михаил Федорович Спасибо большое, но, видите, мою большую, у меня дома большая библиотека с книгами, да. Ну, кстати, Александр, это уникальное издание, там вы на обложке. Да, похож. Смотрите, второе место, так как нет призов, даже и не будем объявлять, а вот обладателем первого места с результатом 8 баллов, что впервые в нашей программе становится сразу два человека, Никита и Иван. Как вы так читаете. Поздравляем. Ну что вам, один стикер-пак на двоих или два стикер-пака? Конечно, один на двоих. Один на двоих стикер-пак вам достается. Спасибо большое, дорогие друзья, спасибо гости. Надеюсь, вы хорошо провели время. Это было шоу «Что было да-да», где мы весело и полезно проводим время и много нового узнаем об истории России. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok